Специальный пожарный аварийный воротовальный тягник продемонстрировали на учениях областного управления Министерства по надзвучайных ситуациях в Гомеле. 150 тонн воды, особная бригада и вельми эффективное тушение пожару. С места подей наш корреспондент Яуген Поболовец. У поля горит трава, есть вероходность перехода торфяного пожара на подземные коммуникации чагунки. Это легенда учения. До речи, такая ситуация целиком реальная в этот период года. Буквально уже в прошлом году мы совместно с МЧС выезжали на тушение пожара в Будокошелевском районе. Такая ситуация сложилась, что воды не было поблизости совсем и в течение четырех часов мы ликвидировали пожар на данном участке. Головное призначение пожарного техника, ликвидация пожара и авары на станциях, про всякие перемешается великая колькость грузов. У сего по краине таких техников 18. Четыре – у Гомельской области. На самых буйных станциях, таких, як Гомель, Жлобин, Калинкович и Барбаров. У летний период за кошт додатковой цистерны агольный объем воды досягает 170 тонн. Это, как во всех пожарных машинах Гомельского гарнизона, разом. Часом техники выкористовывают и на ликвидации палов травы и лесных пожаров. Последний год 15-й показал, что в принципе в водных, в естественных водоемах уходит вода с установившейся жаркой погодой. И в принципе тушение возникающих лесных пожаров, торфяных пожаров связано с нехваткой воды. Поэтому данный поезд, при возможности, если есть вблизи железная дорога, он привлекается. В прошлом году привлекался порядка пяти раз. Он очень эффективный, 150 тонн воды вывозят, плюс наличие личного состава. Подчас влучшению так само проверили стан готовности народной господарки в области до летнего перееду. А так само отпрацевали алгоритм взаимодействия подчас пожаров. От выявления узгорания до его своечасовой ликвидации. Есть определенные просто недочеты, которые они есть. Скажем так, это определенная, может быть, даже дисциплина где-то хромает, что не добежали до конца за некоторыми мелочами. А в целом работники Министерства по чрезвычайным ситуациям, работники Народно-хозяйственного комплекса готовы, не дай бог, к какой-то ситуации, которая, не дай бог, произойдет. Евген Поболовец, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель».